Ладгальская студия В жизни каждого человека есть музыка. У кого-то на фоне во время домашних дел, кто-то с удовольствием подпевает радио в машине, а для кого-то жизнь без музыки и творчества невозможна. Мы продолжаем знакомить вас с творчеством ладгальских музыкальных групп. И сегодня встречаемся с группой, которая называется «Трэш из Ньютона Лыкумс». Здравствуйте, девушки! Или на русском «Третий закон Ньютона», в составе которой пять молодых девушек. Сегодня группа не в полном составе. Сегодня у нас в гостях Сентия, Дайна, Лаура. Расскажите немного о вашей группе и составе. Мы пять девчонок. Мы уже вместе где-то лет восемь, мне кажется. Может, даже чуть-чуть побольше. И играем все, что нам нравится. Мне кажется, что у нас нет одного стиля, в который мы играем. У нас есть по чуть-чуть от всего. Да, мы попробуем это, тогда это. Может быть, еще другое что-нибудь? Да, можем это попробовать. У нас так, очень разнообразный этот стиль. Откуда такое название «Третий закон Ньютона»? Ну, как так? Чуть-чуть попроще это рассказать. Мы девушки. И бывают такие ситуации, когда нам что-то очень хочется, но тогда мы передумываем и не хочется больше. И «Третий закон Ньютона» — это закон действия и воздействия. И нам кажется, что это самый лучший способ, как описать женскую суть. Это, например, нам очень хочется тортик, но мы думаем, что, блин, ну не надо тортик. И так получается. Расскажите подробнее немножко о каждой участнице, кто на каком инструменте играет и кто за что в группе отвечает. Ху! Синти, начинай, наверное, тут. Я играю на синтезаторе, но могу играть еще на гитаре, на фортепиано и могу с шейкером чуть-чуть. Да, тогда немножко про меня. Я, как говорила уже Дайна, и я играю на барабанах. В основном, да, это барабаны, но так же, как и Синтия, я играю на гитаре и в нашей группе я пою. Мой голос как бы не основной, но в целом да. Синтия забыла упомянуть, что она тоже поет. Она как-то забыла про это сказать? Да, я тоже пою. Да, а я Лаура. Я играю на гитаре и пою. Это, наверное, все. Очень коротко. А что касается девушек, которые не смогли сегодня прийти? У нас есть еще одна Лаура. Она играет на бас-гитаре. И виола. Она играет на гитаре. И она как бы менеджер нашей группы. Главное? Да. Хорошо, расскажите немножко о музыкальном образовании. У вас у всех оно профессиональное? Судя по тому, на каких количествах инструментов вы играете. Или есть такая немножко часть, как самоучки? Наверное, только самоучение. То есть вы нигде не учились? Нет. Нет. Ну, я училась в Резикленске, пятой средней школе. И там был класс музыки. И я там пела в хоре, играла в фортепиано. Но это непрофессионально. Это просто чуть-чуть выше самоучки, но не недопрофессионально. Очень ожидано. Кто отвечает в группе за тексты песен? Это, наверное, довольно сложный вопрос. В основном мы, если говорить про наши песни, тогда тексты сочиняет у нас или виола, или мы берем стихи от поэтов. Да. И также у нас такое маленькое творчество получается вместе с Гунаром Индричаном. Его больше знает как Гунтикс. Диджей Гунтикс. Он нам предлагает тексты. Мы играем очень алтернативную музыку с этими текстами. И получается очень интересно в конце. Ваша группа также снимает клипы и участвует в различных мероприятиях и конкурсах. Расскажите немного о достижениях своей группы. У нас вместе есть пять клипов. Мы очень стараемся. И все очень трудимся, чтобы они получились хорошие и интересные. Ну да, довольно много едем и участвуем в всяких конкурсах и мероприятиях. Самое недавнее, наверное, это было Упитес Уоббельдорс. Это было в сентябре. Фестиваль, мероприятие. Самый старый ландгарский музыкальный фестиваль. Мы еще участвовали в Севен Хиллс. Это фестиваль Резикны. Еще ездили в Музыка Скрытульс. Это тоже такой большой фестиваль. Мы там побывали уже раза три, мне кажется. Нам там очень тоже нравится. Предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу и послушать одну из ваших композиций. Представьте, пожалуйста, какую песню будем слушать. Пускай будет Мунс Муна. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 и почему, как вам кажется? Мне кажется, что очень хороший стереотип — это то, что они дружелюбные. И хорошо кормят. Да. Но это правда? Это да. Да. Приезжаешь домой к бабушке или к маме, приезжаешь, и там стол такой накрытый, большой, ты садишься и целый вечер ешь, не можешь наесться. И когда уезжаешь, потом в Резакно или в другой город, они всегда с собой дают очень много еды. Мы как бы говорим, что спасибо, не надо больше, у нас всего хватает. Нет-нет, возьми картошку, возьми лук, возьми огурцы, помидоры. Мне как-то не очень нравится тот стереотип, что Латгалия чуть-чуть ниже всей Латвии. Это неправда. Мне так кажется, что это не так, потому что у нас есть очень разнообразная культура. Мы поём песни, у нас есть красивые стихи, красивые города и всё это. Мне кажется, что это неправильно, думать, что Латгалия чуть-чуть ниже всей Латвии. Хочется услышать ещё немного вашего творчества. Давайте сделаем ещё одну музыкальную паузу. Какую композицию будем слушать сейчас? Наверное, тогда послушаем нашу самую новую песню и волкум гайсу. Субтитры подогнал «Симон»! Уни коалинеimportantрайзай, лизгайзмен NAV У итечеса, тих паци к насек поргоиси, пори Уни коалине billionaire psicайз Says, тих паци к насек поргоиси, пори Ивелку ка추-сsto Солдону, я сваигу. И вальку каису. Солдону, я сваигу. И нукрей ты пак, дзеива тикпак. Цик надзеива сикрит у тебя. Солдону, я сваигу. Солдону, я сваигу. И вальку каису. Солдону, я сваигу. И нукрей ты пак, дзеива тикпак. Цик надзеива сикрит у тебя. И вальку каису. Солдону, я сваигу. 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 И вальку каису. Солдону, я сваигу. Солдону, я сваигу. Солдону, я сваигу. И вальку каису. Солдону, я сваигу. Солдону, я сваигу. Солдону, я сваигу. И вальку каису. Солдону, я сваигу. И вальку каису. Солдону, я сваигу. И вальку каису. Солдону, я сваигу. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. Мы продолжаем. И напоминаю, что общаемся с группой «Третий закон Ньютона». Мы прослушали уже две ваших композиции. За семь лет их уже много. Расскажите, какие темы вы затрагиваете в своем творчестве? Самое первое – это любовь, мне кажется. Это уже… Мне кажется, у каждой группы есть песни про любовь. И мы тоже не отличаемся. Еще у нас, мне кажется, в прошлом году была песня про… Не хочется говорить алкоголь. Но это про то, что не надо переборщить с алкоголем. Как-то так. Мы делали кавер-версию песни группы «Тату» «Нас не догонят». И мы с помощью Гунара Индричана, он переделал слова этой песни на латгальском. И очень интересно получилось. Да, такая интересная песня. На Лигу как раз выпустили этот клип с этой песней. Где вы берете вдохновение? Бывает так, что хотите написать на одну тему, как с тортиком, а получается что-то совсем другое? У нас получается так, что мы… Я не хочу говорить, что мы очень заняты, но мы заняты. И не всегда получается вот так сделать песню и ее записать, написать, спеть и еще выпустить. Получается так, что если у одной из нас бывает вдохновение, бывает так, что она, например, в чате записывает «О, у меня есть текст, давайте подумаем мелодию». Или «У меня есть мелодия, давайте подумаем текст». И тогда мы все где-то две-три недели об этом всем думаем. И тогда мы собираемся вместе и говорим про идеи. И тогда выбираем, что нам нравится лучше. Но часто и получается это все спонтанно. Например, есть у нас текст, и приходя на репетицию, мы сидим, «Может быть, попробуем так?» И начинает хорошо звучать. И тогда «А может быть, еще добавим это?» Добавили немножко еще какую-то мелодию, и получается целая песня, да. У вас очень качественные клипы. Расскажите об этом. Как снимали первый клип, например? Это, наверное, нужно сказать спасибо «Виолай», потому что она этим всем занимается. Она профессионал в этой деле. Самый первый видеоклип у нас был на песню «Мозлогуупс». Это песня про молоко. Мы эту песню придумали в репетиции. Слов у этой песни очень мало, но их очень легко запомнить. И этот видеоклип снимался очень легко. Мы снимали его два дня. Первый день погода была не очень хорошая. И в начале дня было солнце, все было очень красиво. Тогда к концу, когда я и Дайна снимались, у нас там дождь был, и все очень быстро нужно было делать. Тогда во втором дне мы с Синтию сняли. И тогда все было хорошо, было солнечно, и получились красивые кадры. Этот клип у нас получился такой из кусочков, где мы все время бежим куда-то. И только в самом конце мы показываем, куда мы бежим. И вот как Лаура говорила, да, в начале дня все было хорошо, и снималось приятно, и было очень интересно. Но под конец, когда начал лить дождь, мы реально бежали. И не потому что мы снимали, а потому что лил дождь. И чтобы очень не намокнуть, мы бежали. Да, и клип заканчивается тем, что Дайна словила молоко. Так что все очень хорошо закончилось. Да, все песни у нас падало молоко. Все три-четыре минуты. Сейчас нет возможности выступать лично перед зрителями, к сожалению. Вы используете интернет для общения со зрителем? Может быть, участвовали в каких-то онлайн выступлениях? Да, мы участвовали в одном мероприятии. Это была музыка Скрытульс в этом году в июле, если я правильно помню. И там были две возможности. Или записать себя на видео. И второй вариант был выступить на сцене, но, к сожалению, без публики. Ну, только те, которые там тоже выступали. Но там не очень много людей было. И мы использовали второй вариант, когда мы приехали в саму студию. Все-таки это чуть-чуть напоминает ту атмосферу, когда происходит концерт. Даже если у тебя нет много зрителей, то те, которые хотя бы тебя записывают, те, может посмотреть концерт. И это был странный, но интересный опыт. Хотели бы повторить подобный опыт? Или все-таки перед зрителями выступать легче? Мне кажется, что нельзя очень-то сравнить эти две ощущения. Или выступать перед людьми, или только вот... Ну, или не перед людьми. Конечно, было бы хорошо, если бы мы смогли выступать перед людьми. Но, к сожалению, в данное время это невозможно. И если нету такой возможности, тогда почему бы и нет? Мне кажется, что если так выступать, то немножко меньше стресса. По крайней мере, для меня так было. Не знаю, как для других было. Но для меня меньше стресса было. Для меня всегда стресс, когда мы выступаем. Я не знаю почему, но как-то есть такой тонус, когда мы выходим на сцену. Когда уже сыграли и уходим со сцены, это тоже такое чувство хорошее. Как бы наполнило хорошее чувство меня и энергии от зрителей тоже. А расскажите немного о планах группы на будущее. Сейчас у нас в работах новая песня. Но, наверное, больше об этой песне нельзя разговаривать, чтобы она точно удалась. Но еще надо очень много работать над ней. Дополнить клипы, может быть, не знаем еще, думаем об этом. Но когда это все выйдет в социальные сети, в YouTube, будет красиво. Нам очень нравится эта песня, мы все балдеем. Что пожелаете себе, своим близким и нашим радиослушателям в Новом году? Здоровья. Да, наверное, самое-самое главное и первое, что идет в голову. Еще вкусно наесться мандаринок. Новый год. Не потерять надежду. Как говорится, Новый год – новое счастье. Не потерять свое счастье. Спасибо вам большое за беседу. Сегодня у нас в гостях была группа из Латгалии «Трэш» из Ньюнтона Лыкумс. И слушайте нас каждую субботу после 11 часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг, 20.10, а также на сайте «Латвийского радио 4» доступен архив всех выпусков. В заключении еще одна песня от девушек группы «Трэш» из Ньюнтона Лыкумс. Что это будет за песня? Да, и напоследок тогда пусть звучит наша песня «Пирая ворту». Как ты мне? Как я с тобой? Как я с тобой? Как ты мне? Как я с тобой? Как я с тобой? Как я с тобой? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok